Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Хотим пожениться, но у невесты месяц назад умер отец. Сколько по времени должен длиться траур? Насколько стоит отложить свадьбу? Траур, траур. Сочувствие, конечно, утратим у вашей невесты. Но траур – это не время, когда ты вот так сидишь и ждешь, когда же закончится этот период. Не для того создавались периоды после смерти твоих близких родственников до, допустим, возможности реализации и торжества каких-нибудь знаменательных дат, свадьб, дней рождений или чего-нибудь еще. А для того, чтобы ты молился в эти дни, 40 дней от смерти близкого родственника, читается псалтирь, как раз два раза по 20 кофизм. Читается саркауст в храме. Конечно, можно и дольше читать. И саркауст, и псалтирь. Как читается? В чинопоследовании отпевания. От лица умершего. Есть такие слова. Их, правда, часто батюшки опускают, но они есть. Тем не менее, усопший от себя самого говорит устами священникам. Но прошу всех и молю. Непрестанно мне молитесь. Да не буду низведен по грехам моим вместо мучения, но вселит меня, где есть свет жизни. Надо непрестанно молиться и жить так, чтобы твой отец, дед, прадед, прапрадед был прапрадедом праведника. Ибо, как вся родословная Господа нашего Иисуса Христа, какие бы странные люди в ней не находились, в такой небезупречной жизни, они все были освящены своим потомкам, поплатившимся Господом Богом нашим, так и твои родители, деды, прадеды будут освящены твоей праведностью, если не будут отцами и дедами праведного человека, живущего по Богу, в Боге и с Богом. Это важнее всех панихид, сорока устов и принесенных на канун продуктов. Это как бы суть, основа наших взаимоотношений с почившими родственниками. Ну, конечно, есть и формальное проявление любви. Молитва, милостыня, когда ты заказываешь в храмах какие-то богослужения, приносишь продукты или в честь и память своих родных творишь какие-нибудь благодеяния. Сейчас это можно совершать, не вставая с дивана. Подумал о родном своем, как же вот в честь и память его совершить какое-нибудь доброе дело. Я вообще больная лежу. А вот смотришь какой-нибудь пост или какой-нибудь фонд, собираются средства. Говоришь, вот ради себя не дам, а в честь и память усопшего отца или дедушки вот дам. Пусть он даже не помолится, но Господь же видит мое намерение. Ради кого я творю эту милостыню? Все эти поминальные беды. Что это превратилось? Раньше в дни смерти или в дни рождения наших родных собирали хромых, нищих, слепых, глухих, в общем, нуждающихся. И кормили их. И не молились о том, в честь и память кого их накормили, наконец-то, горящей пищей. А теперь кто? Родственники собираются. Поели, выпили, еще раз выпили, еще раз выпили. Порвали три баяна. И, в общем, вот это помянули хорошо. Поминовения церковные превратили в языческий тризн на самом деле. Накорми голодный в день памяти твоих усопших родных. Так вот, это все присказка. К чему все-то говорю? К тому, что вот эти 40 дней должны быть нетомительным ожиданием. Ну вот, наконец-то, они сейчас пройдут, и тогда можно будет пожениться нам. А временем молитвы, усердной молитвы, временем частого причащения святых христовых тайн, временем творения дел милосердия. Тебе просто нет времени на то, чтобы готовиться к свадьбе. То есть ты не в трауре должен ходить с мрачным лицом, косыночку черную повязать, одежду черную носить, не улыбаться ни в коем случае. О, это страшный грех. Нет, ты просто занят. Дни траура, это не дни скорби, не путайте православие с католичеством. Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Мы молимся о наших родных, о их живых душах, которые во время Оно воссоединятся со своими телами. И так всегда с Господем будем. Мы заняты, потому мы на 40 дней откладываем все наши свадьбы. Ну и, как вы поняли из ответа, сколько времени? Должен длиться траур. Ну, 40 дней вполне достаточно. Но, опять же, если речь идет о самых-таки близких, родных, отец, мать, не дай Бог. Вопрос бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, думаю, как-то должен решаться с вами совместно на семейном совете. Вот насколько были близки вы друг с другом, насколько ваши отношения были теплыми и любвеобильными. Поэтому надо решать уже совместно со всеми родственниками. Здесь нет никаких суеверий. Вот если я повенчаюсь или женюсь на 39-й день после смерти, то все, брак не удастся. Нет, все в суеверии. Поэтому время должно быть потрачено на молитву, а не просто на ожидание праздничного торжественного дня. Имейте в виду. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.